Болтком представляет Еще раз представлю нашего гостя Это заместитель директора национальной службы здоровья Андрей Довейкс Доброе утро И напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939 И 672-13-939 Ну, может быть, начнем с больничных листов Дарбас, Неспе, Слапас Вот такие листы в Латвии Перестанут существовать в бумажной форме Будут оформляться только в электронном виде Что нас ждет? Ну, это Вопрос здоровья Точнее, то, что Виртуальная среда Как может улучшить Наше Последневное существование Связанное с медициной И вопрос Рецепта И больничного листа Скажем Вопрос, который Так основательно Уже стартует С января Следующего года И там переходный период До И Первого июля Следующего года Это Время В котором Те Специалисты Которые будут работать С этими Документами Будет Так сказать Основательно Стартовать Ну Этой зоне И Я считаю, что Возможно Будет Не все Врачи На данный момент Я считаю Желают И Возможно И В какой-то мере Не готовы Работать А что В чем они не готовы Они с компьютером Не умеют Обращаться Или что Знаете Да Я думаю Одна часть Наверное Небольшая Все-таки Остается На вы Ну А что делать Такая жизнь И Нам Наверное Наше Дело Внедряя Такие проекты Надо Учесть Все стороны Так Чтобы Там Аутсайдеры Которые На первый момент Такими Будет Надо Их Сбодрить Надо Им Помочь И Думаю Что Ну Это Вопрос Не столько Умения Сколько Отношения К этому Вопросу Там Я думаю Что Мы Все В свое Время Что-то Не умели Если у нас Собирались Внедряться ВСЛ И его Полностью Проект То есть Врачи Должны Быть На ты Очень Даже С Да Мы Особо С Семейным Врачам Мы Уже Я уже Не могу Сказать Сколько Лет Назад Мы Уже Даже В Финансирование Учли Что Они Должны Быть Обкованы Если Так Сознать Насчет Компьютера То есть Практика Работа Да Им Выработаны Специальные Программы Которые Улучшают Их Жизнь Насчет Пациентов То есть Выписать Врачи Уже Прошли Какие Курсы Да Они Уже Я говорю Многие Что Они Уже Забыли Как Это Было Вначале Уже Так Все Вошли Это Дело Но Все Так Наверное Люди Которые Более Пожилые Наверное Считают Что Они Ну Возможно Время Закончить Скажем Практиковать Медицин Наверное Эта часть Все-таки Такая Немножко Ну Потруднее Ну Я думаю Там Все-таки Придется Решаться Или Работать Или Не Работать Но Это Всякая Работа На Нижний День Уже Обратает Виртуальный Характер Больше Менше Но Мы Как это будет выглядеть Вот Вольничный Лист Как он будет Оформлен То есть Врач его Заполняет В электронной Системе И далее Отправляет Его Да Система Система Связана Потому что Это не только Там Мы Скажем Отпечатаем Какую-то Информацию Эта Информация Должна Достичь Скажем Целевые Аудитории Да То есть Не только На нашей стороне Системы Благосостояния Но я Хочу Определить То Что Это Ну Скажем Это не моя Компетенция Этот вопрос Но В общих Чертах Я считаю Что Во многом Раньше Мы говорили Что Это не будет Это невозможно Там Какие-то Ну Скажем Ну Причины Большие Которые Мы Не можем Преодолеть Это Я говорю Что Это Главная Причина Это Здесь В голове Да Это Я думаю Что Захочет Те Которые Еще Так Сомневаются И Сделать И все Будет Как Надо Вы все Так Расскажите Как на Практике То есть Врач Заполняет Этот больничный Лист В электронном Виде И дальше Он его Куда Отсылает На место Работы Я говорю Ему Не надо Отсылать Не надо То есть Это Система В которую Может Попасть Это Программатура Которая Скажем Доступность Этого Листа Будет Тем Которые Компетенции Соответствуют То есть Мне Дается Компетенции С Состояние Я и вижу Этот лист И учитывается И там Группируется И так далее Это все Детали Которые Будет Работать И только Там Человек Сбоку Скажем Не Будет Что-то Изменять Эта информация И так далее Это Потому что Там Часть Сенситивных Данных Человек Все таки Это так же Как со службы Госдоходов Сейчас В электронном виде Бухгалтеру Доступно Скажем И тебе С паролем Ты можешь Зайти И так далее Так что Я думаю Что это Мы Мы уже Прецедент Имеем Решение Других вопросов Но похожих По идее Похожих Мы будем И решать Этот вопрос Я там Не считаю Что этот вопрос Какой-то Кому-то Особо Сложный Жизнь Я думаю Что Вопрос Сколько Работая С этими Документами Медсестра Будет врачу Помочь Стандартную Информацию Вводить Что Там Надо Работу Поделить Потому что Я уже Семейного врача Не так же Часто посвящаю Я смотрю Мой Семейный Врач Они Хорошо Поделили Эту работу Виртуальную Часть Работы Сестра Делает Врач Дает Информацию То 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 И Сестра Это Делает Врач За это Время Послушивает Скажем Меня И так Что Если Скажем Компетенции Поделится И Скажем Так Черную Работу Сделает За врача Сестра А врач Только Даст Добро Скажем Идею То есть Что Будет Или Не Будет Этот Листь И есть Причина Дать Или Нет То Я думаю Все Будет Идеально Потому Тем Более Еще Что Мы Практикуем Уже Идем На Направлении Что Большая Часть Семейных Врачей Имеет Или Еще Тару Медсестру Или Фельдшера То есть Там Рук Побольше Стало Раньше Было Только Одна Медсестра Сейчас Большие Практики Уже Две Имеется Так Что Там Команда Которой Надо Больше Руководить Чем Самому По черному Работать Так Чтобы Было Понятно Чтобы Эту Тему Закончить По поводу Больничных Листов Мы же Знаем Что Иногда Больничный Лист Важный Документ Для Работодателя И К примеру В суде Или Для Полиции Как Вот Это Будет Происходить Если У Человека Не Будет На Руке Этой Бумаги Да Я Как Сказал В Начале То 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 Мы Системы Определиться То 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 Определенные Компетентные Скажем Институции То 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 Я Представляю Такое Мне Дается Доступ Доступ Да Мне Дается Доступ Я Этим Доступом Я Могу Сделать То Изменить Данных Смотреть Считать Сколько Это Информации Насчет Больничного Возраста Диагноз И так далее Пожалуйста Работайте Так что Это Довольно Просто Я так Считаю Мы Сейчас Прервемся На Несколько Минут У нас Новости Реклама На Болткоме Напомню Что В гостях Заместитель Директора Национальной Службы Здоровья Андрей Довекс Не Переключайтесь Здравствуй Мил Человек Проходи Гостем Будешь Выпьем Закусим О делах Наших Скорбных Покалякаем Гость В студии Итак Доброе Еще раз Всем утро Уважаемые Радиослушатели Заместитель Директора Национальной Службы Здоровья Андрей Довекс У нас В студии И вот Во второй части Наверное Основным Вопросом Нашего Разговора Будут Квоты Скандальный Вопрос Тоже Такой Можно Скать Нашумевший Совсем Недавно Дайна Мурман Умбрашка Заявила О том Что Семейные Врачи Квоты Ну в общем Можно сказать Разбазаривают То есть Все не так Однозначно В этой ситуации Вот Ваше мнение На этот счет Что с квотами Почему они Закончились И почему Не могут Пациенты Получить В больнице Нам надо Всем учесть Более Такая Понятная Зона Будет Что мы Будем Задуматься Сколько В нашем Семейном Кошельке Деньги Дома Лежит Да Или При себе Имеется Этот Вот Это И надо Понять Что С государством Похоже С государством Похоже И вопрос Если Государство Или Я Как персону Буду Тратить Больше Денег Чем Я имею Как вы Думаете Чем Это Кончится Да Вопрос Мы Это Желаем Дома Я Соблюдаю Финансовую Дисциплину С детства Когда Мне Даже Это Не Учились Сколько Денег Было С тем Я Учитывал И Там Были Приоритеты Что Я Буду Первую Очередь Покупать Что Вторую Что Третью Очередь Это Нормально Это Все Понимаете Я думаю Вряд ли Кто-то Сомневается В этом Деле С Государством Это Точно Такой 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 Ситуации Значит Если Государственный Бюджет По большому Такой И Здоровье То есть Часть Этого Имеется Тогда В пределах Этого Бюджета Мы Как Ну как Служба Здоровья Нам Надо Попасть В десятку То есть Год Кончится Мы Должны То есть Чтоб Деньги Не остались И Чтоб Не Перетратили И В связи с этим Мы Заключаем Договор Договор По Скажем По Правилам Кабинета Министров 1599 Правила То есть Нам Основная Законодательность Скажем Для нас Как Службы И Там Все Принципы Оговорены И Там Оговорен Той Принцип Что Мы Финансируем И Как По Периодам По Месяцам Раскладывается Годовая Квота И Мы Даем Для Учреждения Даже Небольшую Свободу То есть Зимний Период Когда Заболевание Побольше Квоту Немножко Можно Перейти Сверх Квоты Летом Сэкономить Осенью Возвратиться И Тогда Мы Заканчиваем Нормальный Год Что Немножко Было Этой Практики До сих пор Не очень Так Хорошо Ну там Так Дуально С одной Точкой Зрения Хорошо С другой Не очень Хорошо Когда Нам В конце Года Дали Еще Дополнительные Друг Дает Дополнительные Деньги То есть Все Которые Заключили Договор Они Как Как Скажем Новый Рывок Делают Да То есть Эти Деньги Надо Отработать И Эта Практика Под Конец Года Дал Такое Время Ожидания Что Будет Подкинуть Эти Деньги Или Не Подкинуть Если Не Подкинули Наша Практика Шла Так Она Спланирована И Этот Год Был Более Спокойным То есть Все Знали Планировали Записались На очереди Дождались Очереди Год Кончили Эти Месяцы Опять Было Скажем Никто Не Сказал Что Будет Дополнительные Денег А Все В Ожидания А Там Надо Маневр Сделать Такой Что Если Я Немножко Переработаю Дает Деньги Я Сразу Это Уже Выполнил Эту Коту А если Не дает То Вопрос Что Делать Там Надо Срывать Услугу Вот Это Несчастье Скажем Что С одной Точкой Зрание Лучше Было Так Что С Начале Года Государству Дали Столько Денег Сколько Он Может Дать Ну Сдал Зампад И да И мы Ровненько Прошли Про Году И без Шума И скажем Такого Что Ажиотаж В конце Года Насчет Лаборатории Лабораторных Кот Семейным Врачам И специалистам Вопрос Такой Что Я Сказал Бы Так Что Нам Надо Обеим Сторонам Лучше Осознать Этот Ну Так Этот Заключенный Договор Смысл Его И как Рамках Надо Какая Есть Лучшая Практика Какая Есть Лучшая Практика И мы Знаем Что Одна Треть Семейных Врачей Полностью Вкладывается Эту Квоту И еще Деньга Остается Да Другая Треть Примерно Ну Сбалансирует Но Около 100% Кто Немножко Там Перешел Кто Немножко Немножко Ниже Но Около 100% И еще Треть И Притом Еще Самая Ну Скажем Третий Стретий Последний Те Которые Они Эти Коты Переходят На 100 200 300 Процентов И так далее А мы Планируем По Пациентам То есть Сколько У тебя Пациентов И Какая Тяжесть То есть Диагнозы Какие То есть Мы Учитываем Что Есть Тяжелый Диагноз То есть Онкология Сахарный Диабет Скажем И мы Смотрим Что На этих Диагнозов Тратится Больше Лабораторных Услуг Это Обоснованно И тогда Если у тебя Имеется Больше Пациентов Тебе Квота Больше И Вопрос Такой Как Они Можут Кладываться Полностью Другие Ну Почти Как Одна Часть Ни в какую И Нам Надо Просто Мы Думали Так Что Такая Ну Система Которая Штрафует Она Мне считают Не очень-то умная Ее надо Но Не очень-то умная Система И мы На этом году Три месяца Почти поработали Такую Сделали Лабораторную Группу То есть Идея Которая была Еще раз Рассматривать Все услуги То есть Специалисты Там сидели Которые Компетентные В делах И рассмотрели Все И все-таки Поняли Одно Что Одна часть Врачей Мы Должны Врачам Подсказать Со стороны Лаборатории Которая Которая Дает Результаты Как Лучше К этому Результату Дойти Как Диагнозу Лучше Дойти То есть Алгоритмы Как Лучше Пользоваться Или Всем Все Надо Или Надо Знать Что Пациенту Есть Подозрение На Такой Диагноз И тогда Надо В первую очередь Сделать Этот Анализ Или Два Анализа Они Покажут Идти Дальше Или Не Идти Или Тест Стремился Индикатор Насчет Мочи Посмотрел Там Изменения Давайте Разобраться Какие Там Норма Что Тратить Деньги Дальше Надо Искать В другом Направлении Вот Этот Вопрос И Насчет Этого Мы Поработали С лабораторией Эти Скажем Такой Методической Ну Скажем Раскладку Мы Сделали И Врачам Наверное На это В следующем Году Надо Сильно Придерживаться Этому И Мы Будем Скажем Нормально Вкладываться Или Близко К Этому Что Имеется Квота Это Уже Будет Скажем Ну Такая Ну Скажем Другая Совсем Другая Среда Без Обвинения Без Без Чего Либо Что Врачи Такие Такие Нам Этого Не Надо Надевайте Пожалуйста Наушники У нас Есть Звонок Напомню Что В гостях Заместитель Директора Национальной Службы Здоровья Андрей Довейкс 672 12 939 672 13 939 Слушаем Вас Здравствуйте Слушаем Пожалуйста Доброе утро Доброе утро А вот Аналогия По поводу Семейного Бюджета Есть такой Анекдот Там Подняли Папа Ты будешь Меньше пить Нет Сынок Ты будешь Меньше Кушать Так вот Я считаю У нас Такая же Ситуация Давайте Посмотрим На вопрос Сколько процентов Отвалового Продукта У нас Тратится На медицину Посмотрим На соседние Государства И по поводу Квот Как-то странно Все эти квоты Всегда заканчиваются В конце года Что не квота То проблема В конце года Детские садики Дети которые Родились Ну по-моему Уже Летом И осенью Просто не могут Попасть Абсолютно Нереально Я понимаю Что бюджет И все надо Планировать Но я считаю Пропорция Совершенно неправильная Меньше надо Тратить на оборону Больше тратить на медицину Еще раз Давайте посмотрим На соседние государства Что там С квотами Спасибо Спасибо Но это вопрос О том Куда тратить Наверное К политикам Больше Нет Это несомненно Я думаю Что наш гость Тоже согласится С тем Что Стравоохранение Все таки На первом месте Насчет этого Комментария Я согласен В принципе Мы посмотрели Эстонцы Литовцы Как они там И государство Там планирует Больше Свалового продукта Что делать Нам Этому году Ну скажем Так По большому Около 3% Даже меньше Эстонцам Еще в прошлом По моему году Было 4-6% Это такие деньги Что нам Сегодня дали На момент Еще такой Ну Прирост Бюджета здоровья Мы бы Ну скажем Немножко Были Ошамнены То есть Это одно Так что Мы согласны Одно Что Наверное Это Такое Политическое Решение Уже Не с этого Года Но В прошлом Столетии То есть Ну 90 Прошлого века Как будто Традиция Так что Ну что делать Одно Счет В конце Года Я Сказал Еще Повторю Немножко Этот Ажиотаж Если Мы В начале Года Дали Столько Государственных Денег Сколько Сумели По честному Скажем Так Все Все Прогнозы Рассматривали Нам В конце Года Все было Спокойно И вы Даже Не заметили Что Конец Года Подошел Так что И мы То есть С врачами С учреждением Работаем Полгода И каждый Месяц Перезваниваемся И учитываем Как будет Ситуация Вот Все что вы говорите В принципе Это все верно Но это получается Так При том Что вы правы И денег Столько Сколько есть Тем не менее Получается Что вроде бы Как средняя температура По больнице Ведь мы должны Понимать Что ну как Все живые люди Вот У семейный врач Икс Может отличаться От семейного врача Игорь не только Количество пациентов С сахарным диабетом И онкологией Но и с возрастом Потому что Вы же понимаете Что если допустим Какому-то врачу Попадется 80% пожилых людей Что чаще всего бывает У нас население Стареет То расходы будут другие По понятным причинам Потому что не только Сахарный диабет Во-вторых Я сейчас Может быть утрирую Но вы понимаете О чем я говорю Что допустим Есть семейный врач Который обслуживает Тихий центр К примеру Пулку же Брежа И Стрелнику Они может быть Там часть пациента Вообще даже не знает Как выглядит их семейный врач Они в частную клинику Обращаются И частный врач К ним сам приедет Пощупать пульс А есть люди Там не знаю Болдарая Или Не знаю Подрезыкно Где безработица 18% У них нет возможности Обратиться в медицинскую клинику Там не хочу никого рекомендовать ВАМС К примеру Ну вот Это вы учитываете Вот эти обстоятельства Да Просто то что Время Которое Я могу выразиться Очень мало И второе Что мне русский язык Все таки На сегодняшний день Немножко сложноват Раньше Так не было Но Скажу то что Это возрастные группы Нам определены Уже давно То есть То есть вы это учитываете Да Боюсь Там Неправильно сказать По-моему 10 групп имеется То есть Все возраста Так И мы знаем Что такая группа То есть Дети До года Они Столько надо Анализа То есть Средним И Старшим Больше Сравнительно больше Чем даже детям Да Так что Нам Это все уже Это кривая Такая сделана И К каждому врачу Когда планируется По данным Как в прошлом году Мы знаем Сколько Что Какой возраст Было И сколько И даже эти диагнозы Сверхай Хорошо А есть у вас такой диалог С семейными врачами Но с теми Кто перерасходует квоты Вы пытаетесь выйти Почему они это делают Потому что может быть Семейный врач Говорит Ну приходит ко мне Там не знаю Живой человек Да У него такая болезнь Такая хроническая И я не могу ему отказать Одним словом Так и есть Есть диалог На счет Персоны То есть Конкретного врача То есть Нам Территориальные Отделения Работают Только на этом Скажем Принципе На этом Направлении Но по большому Мы должны Работать Ассоциации То есть Самые Семейные Врачи Их Общее Установление Это Пересходовать Это нормально Или Не будем там Смотреть Главное Дайте деньги Какие подходы И мы еще Прошлой неделе Встретились С госпожой Бейд И Обговорили еще раз И Она Она была Там Сопутствующая Еще Семейные Врачи И Я скажу Я заметил Что Совсем Новый Разговор То есть Новый Подход И они Готовы Идти На этот Углубленный Диалог Точнее Рассматривать Конкретные Вещи С врачами Чтобы Скажем Не штрафовать Но Чтобы Этот врач Тоже Понял Чем Он Отличается От других Потому что Немножко Неприятно Было Слышать Один раз Что Ответственная Персона Из семейных Врачей Сказала Я Все Буду Назначать И вы Только Платите Но Это Немножко Я думаю Так Не надо Не надо Мы знаем Что Деньги Есть Конкретные То есть Есть Ну скажем Если Сказали Денег Дает Сколько Надо Тогда Мы Так И Делали Но Денег Квота Что Делать Надевайте Еще Наушники Еще Звонок Один Пожалуйста Слушаем Вас Доброе утро Доброе утро Подразделение Сколько Какой У них Фонд Зарплатный Грубо говоря Раз Мы В течении Трех Минут Мы Не Успеем Но Попробуйте Я так понимаю Подразделение Минздрава Да 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 Мы Подчинение Минздрава То есть Функции Нам Распределены Так Что Ничто Не Дублируется Каждый Делает Своё Дело Минздрав Своё Дело Мы Своё Сделали Их Направления Политические То есть Что Будем Больше Меньше В следующем Году И так Далее Это Лучше И Какие Болезни Будем Больше Ну Скажем Работать А Наш Конкретно Это Бюджет И Как Мы Кладываем И Как По договорам Распределяется И Всё Это Наша Выдумка Это Правила Министра Кабинета Это Очень Тонко Отрегулировано Все Детали На Каждый Вопрос Спасибо У нас Время Истекло Заместитель Директора Национальной Службы Здоровья Андрей Довекс Был Сегодня На Болткоме Спасибо До свидания